Диаметр нашей спиральной галактики Млечный Путь составляет около 30 тысяч парсек, или 100 тысяч световых лет. 200 миллиардов — приблизительно столько звезд включает в себя Млечный Путь. Где-то на окраине рукава Ориона, толщина которого составляет 3500, а длина — 11 тысяч световых лет, 4,5 миллиарда лет назад сформировалась наша маленькая Солнечная система с нашим желтым карликом Солнцем. И вот уже более 40 лет два американских космических зонда стремительно направляются к ее границам, но до сих пор так и не покинули ее. Основная задача космической программы Voyager заключалась в исследовании двух крупнейших планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна. Всего было создано и отправлено в космос два аппарата серий Voyager — Voyager 1 и Voyager 2. Аппараты были созданы в лаборатории реактивного движения НАСА. Эти два зонда, по сути, являлись высокоавтономными роботами, оснащенными научными приборами для исследования внешних планет, а также собственными энергетическими установками, ракетными двигателями, компьютерами, системами радиосвязи и управления. Каждый аппарат вышел массой в 721 кг и был оснащен тремя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, работающими на плутонии 238. На борту каждого аппарата был закреплен футляр с позолоченной информационной пластинкой. Пластинку диаметром 30 см специально покрыли золотом для предохранения от эрозии под действием космической пыли. Для предполагаемых инопланетян на пластинке была записана вся информация о планете Земля, положение Солнца в галактике, а также схема изучения атома водорода. Были записаны приветствия на 55 языках мира и различные звуки Земли, такие как шаги, удары молотка, звук пилы, удара топора дерева, звуки машины, сирены, реактивного самолета, запуска ракеты и плачущего ребенка, которого успокаивает мать, а также звуки животных. На пластинке записали самые известные композиции Моцарта, Баха, Луи Армстронга, а также послания для инопланетного разума 39-го президента США Джимми Картера. Оба аппарата были запущены в далеком 1977 году и уже более 43 лет передают на Землю бесценную информацию об отдаленных областях Солнечной системы. Где же сейчас находятся Вояджеры и насколько далеко они удалились от Земли? Скорость и текущее удаление обеих зондов от Земли и от Солнца всегда можно посмотреть в режиме реального времени вот на этом сайте НАСА. На момент записи видео, как мы видим, Вояджер-1 находится более чем в 22 миллиардов километров от Земли, а его брат-близнец приближается к отметке в 19 миллиардов. Вояджер-1 стал первым космическим аппаратом, который передал снимки Юпитера и Сатурна и их спутников. На этом снимке, сделанном 4 марта 1979 года, с расстояния 490 тысяч километров, аппарат запечатлел вулкан на спутнике Юпитера Ио. А в 1990 году, с расстояния в 6 миллиардов километров от Земли, Вояджер-1 сфотографировал Землю. Эта маленькая точка в центре светлой полосы и есть наша Земля. По завершении основной миссии он приступил к выполнению дополнительной задачи по исследованию отдаленных регионов Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы. На сегодняшний день, Вояджер-1 является самым быстрым из покидающих Солнечную систему космических зондов, а также наиболее удаленным от Земли объектом, созданным человеком. Ну а его брат-близнец Вояджер-2, изучив окрестности Сатурна и Юпитера, в 1986 году наконец добрался до Урана и в январе этого же года пересек его орбиту, максимально приблизившись к планете на расстоянии 81 тысячу километров. На Землю были переданы тысячи снимков Урана, его спутников и колец. Благодаря этим фотографиям ученые обнаружили два новых кольца и 11 новых спутников Урана. В августе 1989 года аппарат пролетел в 48 тысячах километров от поверхности Нептуна. Были получены уникальные снимки Нептуна и его крупного спутника Тритона, где были обнаружены действующие гейзеры. На данный момент оба зонда покинули гелиосферу, где плазма солнечного ветра движется со сверхзвуковой скоростью и, преодолев гелиопаузу, аппараты сейчас находятся в межзвездном пространстве, где скорость солнечного ветра существенно снижается и он смешивается с межзвездной плазмой. Хотя запланированный срок работы обоих Вояджеров давно истек, часть научных приборов продолжает работать. Аппаратура получает энергию от трех радиоизотопных генераторов, работающих на плутонии 238. В 2012 году мощность термопар упала почти наполовину и ожидается, что необходимое для исследования электроснабжение будет поддерживаться приблизительно до 2025 года. Аппараты до сих пор еще находятся в пределах солнечной системы. Вояджер-1 удаляется от нас со скоростью 17, а Вояджер-2 со скоростью 15 км в секунду. И если с ними ничего не случится по пути, примерно через 300 лет они достигнут внутреннего края облака Аорта. И еще около 30 тысяч лет им понадобится, чтобы добраться до внешнего его края, то есть условной границы солнечной системы. Только тогда они окончательно и навсегда покинут солнечную систему и окажутся под воздействием гравитационных сил галактики и соседних звезд. Так как период распада плутония в двигателях к тому времени давно уже закончится, зонды будут лететь по инерции и уже никогда не вернутся в солнечную систему, даже под действием ее гравитации. Вояджеры начнут долгое скитание по галактике и ее галактическому центру, но они вряд ли смогут покинуть Млечный Путь. Так как, чтобы преодолеть гравитацию галактики, нужно развить скорость более 300 км в секунду, что маловероятно. Возможно, Вояджеры доживут до того момента, когда Млечный Путь через 4 миллиарда лет поглотит большое и малое Магеллановы облака, а через 5 миллиардов лет сам будет поглощен галактикой Андромеды. Но вполне вероятно, что аппараты переживут это межгалактическое столкновение. К тому времени жизнь на планете Земля полностью исчезнет, Солнце превратится в белый карлик. А Вояджеры еще миллиарды лет будут странствовать в межзвездном пространстве до тех пор, пока фотоны космической плазмы наконец полностью не разрушат их.